давайте поговорим о том что такое экзамен SAT как его сдавать и регистрироваться и так далее итак SAT сокращается как Scholastic Aptitude Test то есть это не тест на знание английского языка а тест на умение и способность обучаться и независимо от того вы гражданин США или гражданин любой другой страны вам этот экзамен скорее всего нужно будет сдавать если вы поступаете на программу бакалавриата то есть bachelor's degree после школы это не магистратура в магистратуру уже другие экзамены это скорее всего будет GRE либо GMAT и так далее и если вы узнали в своей приемной комиссии что вам необходимо сдавать SAT то какие ваши действия ну для начала конечно же нужно идти на collegeboard.org это его администрация которая проводит этот экзамен и узнать какие даты доступны то есть чтобы заранее подать документы в рядах первых это выигрышная стратегия если вы среди первых подаетесь и вы полностью соответствуете всем критериям вы нравитесь приемной комиссии то тарам вы поступили все не нужно ждать окончания приемной комиссии как допустим в постсоветских вузах окей это довольно важный момент то есть выбирайте сразу же дату себе и сходу что вы можете сделать на collegeboard.org вы увидите что что с 2016 года этот экзамен с коллаборацией в коллаборации с Khan Academy то есть Khan Academy предлагает тесты которые вы можете сделать онлайн они практически насчет SAT я не помню дадут ли они вам этот ну фидбэк то есть обратную связь то есть ну оценят ли они ваше эссе но насчет вот хотя бы reading, maths и writing language тест вот да действительно они могут это сделать окей значит как зарегистрироваться еще раз вы идете на collegeboard.org выбирайте дату выбирайте место где вы хотите его сдавать например в постсоветских странах обычно это 1-2 школы например в например в минске это QSI International Quality School это иностранная школа ну там для детей этих дипломатов обычно они проводят экзамен не только SAT но и ACT и так какая разница между SAT и ACT ACT это немножко другой тест и он отличается тем что в нем 4 части в ACT что там у нас у нас reading также затем maths также writing но есть еще четвертая часть это science то есть ну эти науки в общем а уже в SAT только 3 части во первых reading во вторых это math математика и в третьих это writing и language test и эссе не является обязательной частью то есть вы пишете его по желанию согласно требованию вашего приемного офицера ну понятно что если вы напишите сайта всегда будет вам плюс то есть это редко кто это делает это только ну топовые вузы это очень высокомотивированные люди которые борются до конца и стараются получить максимальные баллы кстати о баллах максимальный балл который вы можете набрать в SAT это 1600 что сложно набрать сложно ну относительно конечно сложно набрать от 1400 до 1600 это считается топовые баллы особенно по critical reading по остальным частям ну математика я думаю без проблем если вы если вы учитесь там в столице своей страны то скорее всего ну математика у вас слава богу итак у нас есть три части этого экзамена во первых это reading часть reading 65 минут и в ней включено 52 вопроса в reading есть четыре различных четыре или пять различных текста какой тематики во первых это конечно же novels то есть ну художественная литература какого-нибудь ну американского либо зарубежного автора ну может быть даже Толстого ну Анна Каренина Толстого или там Crime and Punishment Достоевского но естественно это все по-английски и каждому вопросу там обычно 10-12 ну каждому тесту тексту sorry 10-12 вопросов время время жестко ограничено вам его не хватит поэтому практиковаться вообще обязательно особенно вот ну на быстрые быстрый ответ на вопросы следующая часть это writing и language test ну такое ну более ну по сравнению с reading это вообще легкотня он идет 35 минут и там 44 44 вопроса в основном на на строение аргументов в тексте на на соответствие последовательности правильной логики на ну на базовое там coherence то есть ну в предложении состав предложения ну вот такие вот детские грубо говоря вопросики затем третья часть это это математика она состоит из двух это без калькулятора 25 минут 20 вопросов и с калькулятором 35 минут 38 38 вопросов и последняя часть собственно это эссе ну это пожалуй самая интересная вот штука эссе потому что ну вот ничто так не сложно в подготовке к английскому и подготовке особенно к экзаменам как письмо вот в письме особенно если это аналитическое письмо вы покажете все вот все что вы можете продемонстрировать из знания грамматики вот словарного запаса вот это все оно здесь есть что такое вот из чего что такое эссе в SAT это вам дают артикл артикл как это артикл забыл слово ну придите сами артикл какого-то какого-то автора на общественно-политическую тему на какую-то значимую и он там кого-нибудь критикует либо это обращение там ну к президенту или наоборот речь президента и вам нужно ответить на вопрос каким образом автор убеждает ну читателя либо слушателя в своей точке зрения какие он аргументы переводит для поддержки своего ну своей точки зрения и какие языковые средства он для этого использует эссе вам нужно написать в течение 50 минут для этого мы должны ну оцениваться оно по трем критериям во-первых это насколько вы тщательно и его прочитали и поняли во-вторых насколько вы его проанализировали ну то есть заметили логику его его убеждения и что он использовал и собственно writing то есть как вы сами написали ну это эссе то есть какой вы использовали язык грамматику слова и так далее ну в принципе я все осветил и немножко из истории еще с эти с эти экзамен меняется довольно часто где-то вот я заметил что каждые 5 лет ну 5-10 лет вот я помню в 2005 он изменился потом 11 там 15-16 там и почему это происходит потому что жизнь никогда не статична и университета вот раньше преподаватели американских университетов жаловались что ну студенты не могут ну не могут похвастаться критическим мышлением то есть для них сложно написать эссе потому что эссе в западном УЗИ это все это вот главная штука это эссе то есть все что вы весь свой research все свои исследования все ну всю учебу по какой-то конкретной теме по какому-то предмету вот вы в конце концов показываете в эссе то есть в качестве презентационной работы обычно а не какой-то устный экзамен как это бывает в постсоветских ВУЗах не ну я не говорю что их нету в устных экзаменах есть конечно и поэтому преподаватели жаловались что у студентов ну низкие вот мыслительные способности то есть способности критического мышления то есть они не рассматривают информацию из разных источников не могут ее проанализировать и так далее и поэтому ввели тогда еще кажется в 2005 ввели эссе ну это было такое вот ну простейшее эссе вот как в принципе как в тойфле то есть ну ничего ничего необычного и тогда тогда еще в части reading еще 10 лет назад я помню было важно знать такие вот очень крутые слова их специально специально есть такое понятие как SAT vocabulary потому что это одно из главных трудностей этого экзамена то что вы сталкиваетесь будь это будь это reading или будь это writing про про эссе я вообще молчу вы найдете там очень много сложных слов они так и называются SAT vocabulary их 3000 мы их всех хорошо знаем стратегии изучения этих слов нам всем известны одна из стратегий это конечно читать художественную литературу читать общественно политическую какую-то литературу журнал экономист и все так ну и так далее и одно из одно из одним из способов является работа с карточками то есть изучение множество множество слов с помощью корней и синонимов ну это конечно отдельная отдельная тема но просто хотел подчеркнуть ну насколько насколько важен SAT vocabulary то есть словарный запас который с которым вы столкнетесь в этом экзамене также чтобы подчеркнуть важность SAT essay я говорил что а из чего это вышло что college board это это совет совет колледжи грубо говоря в сша ну не всех а там определенного количества кажется там 400 основных колледжей его основали но но сегодня результаты этого экзамена не только ну далеко за границами сша принимается они ну я знаю что в прошлом году уже и в и в не в австрию один студент сдавался идти уже в финляндии тоже принимает это понятно что различные школы а вот самое интересное вот я встретил египетского коллегу ну в лос-энджелесе встретил мохаммед не помню фамилию вот он он учитель математики и он готовил студентов ну там массовые просто классы там по 100 человек вот реально он готовил SAT потому что это ну единственная путевка в жизнь для египтянина это поступить в американскую школу ну там ну или какой-то университет там там в Египте потому что ну образование допустим в ну в США египтянин ну в среднем ну понятно что он не может себе позволить а в американской школе это уже уже хоть ну прямо в Египте это уже есть какая-то надежда и вот ну вы вы понимаете насколько это это все растет насколько растет важность этого экзамена SAT и то что вы о нем раньше мало слышали это не значит что он неважный это значит только что именно в русскоязычном сегменте этот экзамен недостаточно освещен но ну не мне вам рассказывать об о политической составляющей и все больше подростков ну не хотят жить жить политикой и какими-то местными делами они хотят быть они получают лучшее образование и поэтому ну они хотят хорошее будущее они хотят быть не менее крутыми чем сверстники из любой другой страны поэтому поэтому все больше и больше студентов ну русскоязычных будут сдавать SAT и позвольте мне заключить тем что я например сам после школы когда когда сдал этот тест у меня был дичайший стресс потому что это что-то было ну не сравнимое с английским экзаменом это тест именно на там он он сделан на трюках чтобы подловить вас чтобы вы неправильно что-то поняли вот эти multiple choice questions то есть ответы ABCD которые нужно выбрать основная стратегия это POE то есть Process of Elimination вы сначала убираете два ответа которые точно не подходят а потом уже пытаетесь определить по по пониманию слов вот этот ну этот подход некоторые люди считают ну не все возможно считают что по сути по сути по сути отгадывание ну результатов отгадывание ответов происходит и вот одна моя моя британская знакомая говорит ну как-то спрашивает меня несколько лет назад действительно считаешь что тот тот парень ну парень в смысле гай ну там парень девушка кто сдал хорошо СТ это значит что он ну у него все в жизни будет успешно и я ей так так ответил да я действительно так считаю потому что если человек может очень быстро разобраться в ситуации если он может понять главное то есть ну какая главная идея какая где поддерживающий аргумент какие причины причинно-следственные связи заметить слова определяющие последовательность понять ну значение того параграфа где большинство слов непонятные вот если человек может в этом разобраться очень быстро то есть ну грубо говоря смекалка то есть то есть ну по сути навыки критического мышления этот человек будет успешным и конечно это большой стресс для нас особенно если если мы там ну если мы учимся в 10-11 классе но ну я считаю что такие экзамены делают нас более competitive более ну учат учат соревноваться и учат учат потому что ну учат прокачиваться не боятся трудностей и не боятся ну того что мы не знаем мы не можем всего знать вы не можете знать наизусть 3000 слов SAT и при этом неплохо его сдать получить неплохой SAT score и поступить в университет при этом ну не потратить ни копейки денег ваших родителей это возможно ну хотя бы теоретически сегодня это ну таких таких кейсов ну не один таких историй много и их становится все больше точно так же как ко мне каждый ну каждый год приходит все больше студентов которые сдают SAT и которые хотят поступать в ну либо в США либо в какие-то аффилированные США учебные заведения я надеюсь что это видео было для вас полезным и если вы что-то еще хотите узнать об SAT не стесняйтесь звоните мне пишите кидайте мне сообщения в социальные сети и пожалуйста поставьте мне лайк за это видео спасибо вам спасибо 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 спасибо